Детская горка 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 Но при этом менять оператора россияне смогут не чаще, чем два раза в год. Правда, в отличие от аналогичных законов в других странах, в отечественном законе есть ограничения. Менять оператора можно только в пределах одного региона. В общем, как заработают нормы этого закона об отмене мобильного рабства, может будет понять лишь в апреле. Однако уже сейчас эксперты полагают, что для абонентов-перебежчиков могут резко вырасти счета за оплату сотовой связи. Ведь в случае перехода к другому оператору льготная услуга на звонки внутри прежней сети фактически пропадет. К другим новостям. По сообщениям Министерства лесного хозяйства Рязанской области, с середины декабря начнется заготовка деревьев хвойных пород для новогодних праздников. При этом продажи новогодних елей будут осуществляться в законных местах розничной торговли. Ну а пока в городе на центральных площадях работники служб по благоустройству города устанавливают лесных красавиц. Всего в Рязани будет установлено 28 муниципальных новогодних елок, 9 искусственных и 19 натуральных. Также сейчас начались работы по украшению центральных улиц города праздничной иллюминацией. По традиции город украсят световые гирлянды и сетки на деревьях. По распоряжению мэра Рязани Виталия Артемова все работы должны быть закончены к 10 декабря. Новогоднее же оформление города сохранится до 14 января. К другим городским темам. Около двух месяцев назад жители одного из многоквартирных домов в Гороще сообщили, что у них пропал прямо из их двора детский инвентарь. Тогда искали горку совместно с молодыми родителями и журналисты. Однако выяснить, куда она подевалась, так и не удалось. И вот теперь местные жители получили новогодний подарок, рассказывает Оксана Тебенихина. Еще в сентябре месяце эта несчастная горка с детской площадки, что находится во дворе на улице Высоковольтной, исчезла, оставив о себе лишь веселые воспоминания. Жители района, не обнаружив с утра на месте детский аттракцион, были, мягко говоря, удивлены. Оказывается, аккурат под площадкой проходит водопроводная система. Одну из труб прорвало. Добросовестные сотрудники ремонтной бригады, срезы в горку, устранили неполадки. Только вот игрушку детям так и не вернули. Приехали на стенды машинок, какая спецмашина, и они уже режут, значит, резаком эти две горки детские. Они находились рядом, прям буквально рядом с этим колодцем. Потому что, поведем, наверное, чтобы ликвидировать эту аварию, соответственно, надо снять эти горки детские две. И потом к вечеру уже стало темнеть, приехала с водоканала или откуда бульдозер, точнее экскаватор, стал копать. По-видимому, он им мешал, эти горки мешали, поэтому копать там нельзя было, так их не убрать. Наша чудесная площадка, которая, в общем-то, всегда была любимым местом времяпровождения детей, превратилась просто в какое-то неприглядное зрелище. И вот спустя четыре месяца горка нежданно-негаданно как из-под земли выросла на своем законном месте. Правда, вокруг нее все не так эстетично, как было до раскопок. Но зима, как известно, скрасит все недостатки. В связи с приближением новогодних праздников, Управление судебных приставов со 2 по 23 декабря проводит акцию «В Новый год без долгов». Главная ее цель – предоставить рязанским должникам возможность расплатиться со своими задолженностями. Ведь по сложившейся традиции встречать этот праздник с долгами – плохая примета. Подробнее в комментарии заместителя начальника регионального управления судебных приставов Оксаны Никоновой. В связи с этим будут проводиться дни открытых дверей в выходные дни, то есть 7, 14 и 21 числа. В связи с чем люди, которые заняты на работе, соответственно, могут прийти в выходной и оплатить сразу на месте все свои задолженности. Также в период акции будут проводиться массовые рейды по посещению должников на дому, установленной федеральным законом премии, то есть с 6 утра до 22 вечера. И, соответственно, в соответствии с требованиями законодательства, выходные дни. Уже несколько лет в Рязани работает городская программа социальной поддержки «Забота». Изначально она создавалась, чтобы помочь социально незащищенным слоям населения приобретать продукты питания с минимальной торговой наценкой, предъявляя на кассе специальную карту. Со временем в эту программу поддержки вступали все новые организации. Например, в марте этого года к «Заботе» присоединилось 40 городских аптек. Теперь владельцы социальных карт могут получить целый ряд лекарственных препаратов со скидкой. Месяц назад в нашем городе открылась Рязанская городская социальная сеть «Аптек Забота». Конечно, в первую очередь это большая помощь особой категории граждан – пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Но главный подарок для покупателей заключается как раз в том, что независимо от наличия карты, любой желающий найдет необходимое ему лекарство без сумасшедших наценок. Или, например, товары для самых маленьких, полезные смеси, бутылочки и прочее. И рядом, и проверено. Такая возможность появилась у жителей всех крупных районов города – театральной, рощи, песочни, конищево и московского. Наш ассортимент достаточно широк. Кроме того, мы следим за рынком как лекарств, так и косметики детского питания. И постоянно следим за новинками. И у нас ассортимент постоянно расширяется. А для абсолютно здоровых покупателей – целая витрина с кремами, шампунями, расслабляющими добавками для ванны и средствами по уходу за кожей. Чтобы удивлять не просто здоровым, а цветущим видом. Кроме того, мы с фирмами сотрудничаем по индивидуальным заказам лекарственных средств. То есть, если какое-то лекарство необходимо, мы можем завести в течение суток для покупателя. У людей постарше сегодня востребовано несложное медицинское оборудование, с помощью которого без проблем можно измерить, например, уровень сахара в крови или давление в домашних условиях. Но даже если и такая цена для вас высока, можно прийти в аптеку, чтобы точно узнать свое давление. Аппарат идет индивидуального применения, поэтому вы можете измерить это сами. Если трудно, то, конечно, сотрудники помогут. Все сотрудники нашей сети имеют фармацевтическое образование. И любой клиент, любой пациент, придя к нам, получает высококвалифицированную помощь. Рязанская городская социальная сеть аптек – забота. Теперь о рязанцах есть кому позаботиться. На сегодня все. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин